На минувшей неделе сотрудники МВД Рязани начали расследование уголовного дела по факту мошенничества. В отделение полиции советского района обратилась потерпевшая, которая рассказала следователю, что у нее обманным путем забрали внушительную сумму денег – 100 тысяч рублей. Вечером 15 мая пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук на автомобиле насмерть сбил пешехода. Звонивший представился одним из начальников госавтоинспекции по Рязанской области и сообщил, что ситуацию со сбитым человеком может полностью разрешить, но за вознаграждение. Не заподозрив в словах мошенника подвоха, потерпевшая отдала оговоренную сумму мужчине, который пришел к ней домой через 15 минут. Через некоторое время она позвонила внуку и поняла, что попалась на удочку мошенников. Это все происходило в районе между 9 и 10 часами, чуть больше часа. Когда мне бабушка уже после этого позвонила, говорю, давай приеду и пойдем в полицию. Заявление напишем, она типа нет, не надо. А на следующий день я пошел сразу в отдел полиции. Мошенники действовали по заранее спланированной и отработанной схеме. Лично ни с кем не общались, а деньги у потерпевшей забирал незнакомый ни с кем человек. В этом случае мужчина, пришедший к пожилой женщине на квартиру, был ни о чем не подозревающий таксист. Я подъехал на место подачи автомобиля клиенту. Клиент мне позвонил, сказал, что мне ехать никуда не надо, мне надо подняться к его родственнице, к бабушке. Объяснил мне то, что он попал в аварию, надо забрать у него бабушке денежки и ему отправить. За что? Говорит, получишь вознаграждение в размере поездки. После того, как водитель такси забрал у женщины деньги, мошенник попросил перечислить их на его пластиковую банковскую карту. Доехал до ближайшего банкомата и отправил ему сумму денег с вычетом комиссии и с вычетом своего заработка за поездку. Сотрудники следствия в кратчайшие сроки выяснили личности злоумышленников. И в ходе заранее спланированной спецоперации был задержан один из фигурантов по данному уголовному делу. Был установлен лицо, которое занималось выводом денежных средств. В настоящее время это лицо допрошено, дал признательные показания на второго фигуранта. Соответственно, был установлен человек, который совершал эти звонки. В настоящее время он задержан, проводится расследование. На настоящее время следователям известны имена всех злоумышленников. Задержанные по данному делу дают признательные показания. Им грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса России в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.